МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пытання, якое ў почный час сквалюю гамельчан, значное знижение ў зровню воды в РАЦСОЖ, некоторые, правда, бачать ў гэтам и свои плюсы, такая ситуация кажуть вельми сприяльны для очистки водоёмов. Покудже ў самом центры города заявилися качки, які при отсутности рачного транспорта отчувают себе вельми неадренна, ты божь, что и рослинка для берга стала божь, что тыльца эколога, то за ситуацией на водоёмах яны назираюць, але вельми ўжо значной заклопоченности не выказывают. Опасаться населению о том, что будет нехватка воды, я думаю, не стоит, потому что всё водоснабжение города Гомеля обеспечено за счёт подземных источников. Для биологического разнообразия реки способны самовосстановиться, и те запасы, которые в этом году будут утеряны, они восстановятся со временем, в последующие годы. Коли ситуация на водных бассейнах тревоги не выкликая, то с бассейном поветренном становишься крыху іншая. Тонки за прошлый год у Гомеля уведена в эксплуатацию те модернизована, коля 40 очистных установок. Увы, нику выкиды шкодных речев скоротились на 50 тонн, коля скарги от населинства всё ровно поступают. Экологи тлумачить это тем, что на некоторых потребительствах нема информации об полном спектре выкидов, и обицают принять меры. Есть у нас предприятия, например, на которые поступает много жалоб, это предприятие. И Гомель-Обои, например. Предприятие 8 марта такого плана. Поэтому при реализации этих мероприятий мы контролируем и будем всё-таки наводить нам порядок. Олег Сенчуров, Валерий Капанько, телеродокомпания Гомель. Напередо дни дня города, який отбудется у наступные выходные, гомельчане займаются добрым упорадкованием его территории. Сегодня в областном центре проходит агульно-городский суботник. На уборку опавшего листья у сквера имя Громыки вышли супрацовники администрации Центрального района, районные инспекции Министерства по податках и сборах, Управление социальной обороны. Усяго каля 50 человек. Этот суботник приурочен в Дню города. Поэтому мы ставим цель, скажем так, привести Центральный район в Дню города, чтобы гостям и жителям, скажем так, города и района было приятно, скажем так, встретить День города и провести его. Суботник так само проводится во усех районах Гомеля. Работники предприемства и организации, студенты, займаются уборкой сметя на прилеглых территориях. По фарбовкой павильону на припынках громадского транспорта доброго порадкованием двору. Выборы президента Республики Беларусь на Гомельщине будут проходить на 1070 участках для голосования. При этом 4 участки селят утворены у першиню. Управнание с леташними выборами у Мясцовые советы колькость участков на Гомельщине изменшилась на 25, что выкликано миграционными процессами у Межах в области. У первого черга это отыщится особных районов сельской мясцовости. Разом с тем, в совести с узведением жилых микрорайонов заявилась необходимость утворить новые участки у Мазыры в Центральном и Новобелецком районах Гомеля. Один из них, номер 28, начал работать в 15-й средней школе областного центра. Сгодно с календарным планом организационных мероприемств по проведению выборов президента Республики Беларусь, сейчас члены участковой выборчей комиссии удокладняют списы ЖХР, которые имеют право принять удел в голосовании. На данный момент участковая избирательная комиссия занимается сверкой и подготовкой списков избирателей, которые въехали в новый построенный жилой фонд и сверкой тех жильцов, которые проживают в частном секторе по улице Техническим с 1 по 8. К избирательному участку номер 28, который будет открыт в этом году впервые, относятся улицы Белого, Колейникова и улица Алмазная. На передаче дни профессийного свято дня работников нафтовой, палевной и газовой промысловости на Мазырском нафтоперапрацучем заводе отбылась важная падея. Тут был выконанным монтаж частки установки по вытворчасти высокооктановых компонентов бензину. Ее будовнество уступило у завершальную стадию, ступень готовности объекта складая больше, как 90%. Подробязности в сюжете корреспондента у телеканала Мазыр. Амаль 50-тонная конструкция подымается на вышине 12 метров. Повольно, с ювелирной докладностью, я ее усталевываются на свое место. Монтаж одной из самых буйных конструкций объекта, другой секции верхнего яруса блока от Сарберу, по сотности поклав початок завершального этапа обыдавництва комбинованной установки в творчестве высокооктановых компонентов бензину. Особенность на любом монтаже есть. Одна из особенностей – это именно большая длина и вопросы с жесткостью конструкции, которые нужно будет учитывать монтажникам при уже установке на ранее смонтированную секцию. Хабариты секции соправды великие. Долженя – 19 метров, шириня – 5,5 метров, вышиня – Амаль – 5 метров. Сбиралось обсталевание у Италии. На завод поставлялось уже в готовом выгляде. Складается установка с трех основных блоков. Реализация этого инвестиционного проекта огульным коштам больше 300 миллионов долларов дозволить самостойно выраблять сыровину, необходимую для выпуску аутобензинов европейской якости, а значит, снизить себе кошт палева. На данный момент Мозорское НПЗ производит закупку метил-трет-бутилового эфира для приготовления автомобильных бензинов. Справочно за 2014 год затраты на приобретение метил-трет-бутилового эфира за рубежом составили порядка 40 миллионов долларов. Сводом данного технологического объекта Мозорское НПЗ закроет потребность в дорогостоящем продукте, закупаемом за рубежом, за счет собственной выработки метил-трет-бутилового эфира. Усе монтажные работы по установке вытворчасти высокооктановых компонентов бензину плануется завершить у Снежних этого года. Пылный час займыть пусконаладочные работы, после чего установка будет запущена. Илона Шавловская, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мазыр». Специально для телерадиокомпании «Гомель». Как не сгореть на праце? Миновата так можно позначить одну зголовных тем семинара, что пройшел у областным управлении Державного комитета судовых экспертиз. Специалисты обмерковали проблему, так званого профессийного выгорания и того, как позбегнуть негативных наступствов. Подробностей в сюжете наших корреспондентов. Напруженный режим и постоянные стрессы – сподорожники работы судовых экспертов, яким не один раз за сутки доводится выезжать на место злочинствов. До того же высокая ступень персональной отказности. Усё гэта можа привести до профессийного выгорания, снижения процесс дольности. Причым схильные до этого не только работники со шмат годовым стажем, али и молодые специалисты. Частей за всё такое здарается с лепшими, наибольше отказными супрацовниками. На вогул синдром профессийного выгорания, ведомый с 70-х годов минулого ста годзя, всё неактуальный для амальшта усих сфер дейности. Когда приходят люди на сложную, ответственную работу, то забота о них, о их здоровье и о их душевном состоянии является необходимым фактором для того, чтобы работа осуществлялась максимальной результативной. Первый и конкретный совет – это помнить, что работа – это ещё не вся жизнь. Что у нас кроме работы ещё есть и семья, есть наши собственные интересы, есть наши собственные увлечения. И люди, у которых вот эта часть жизни, кроме работы, представлена более богата, они в гораздо лучшем состоянии. Иншая важная тема семинара так само в большей ступени тычилась о молодых специалистах. Говоркой шла про супрацовничество с коллегами со следующего комитета. В первую чергу – про глядя место уздареньев. Рассказать молодым специалистам о тех недостатках и недочетах, которые выявляются при изучении материалов осмотра места происшествия, при назначении экспертизы, при производстве экспертизы. Корысть такого взаимодействия помеж правоохоуными ведомствами – видовочна. До речи, от того, на кольки профессийно собраны, а после выучены следы и доказы, залежит досягнение суместной меты – знать и притягнуть до отказности злочинцу. Руслан Пралясковский, Сергей Нігеревич, Валерий Гапанько, телерадиокампанія «Гомель». До инших тем. Масштабная акция у поддержки регионального отделения белорусского детячого хосписа подошла до завершения. Финалом доброчинного марафона «Дед Мороз летом» стал концерт на летней эстраде Центрального парка. До пункта его проведения организаторы прибыли у костюмах новогодних персонажей. Правда, замест традиционного транспорту «Деда Мороза» саней выкарыстовывали сучасную мототехнику. Галунай метой проекта было притягнуть увагу громадскости до проблем хворых дятей. Марафон дожился на протягу месяца. Подарунки, собранные за гэтый час, были передадены детям на финальном концерте. У гэтый день на сцене выступили артысты Гомельской областной филармонии и иншие творчие коллективы города. Цекавость до акции так само проявили и дзеючая миссис Республики Беларусь Юлия Пирагудова и байкер из мотоклуба «Железные браты». Появление Деда Мороза летом – это напоминание о том, что чудеса возможны, а количество Дедов Морозов говорит о том, что чудес хватит на всех. Финальной кропкой мероприемства стала передача собранных подарунков выхованцам хосписа. У планах организаторов поширить масштабы акции и перетворить ее в 100-гадовый фестиваль. На приканце лета в Минску стартовала республиканская акция «Любить Беларусь». У дружной компании активиста у республиканских агромадских объединений «Белая Русь» и журналиста у «Белтелерадо» компании, артысты ансамбля народной музыки «Бяседа» на протягу большим месяца будут дарыць радость дочинения до беларуской культуры жихарам краины. Активными удельниками усяго, что отбудется на концертных пляцовках великих и маленьких городов смогут стать и глядочители канала «Беларусь-3». Сегодня в вечере в 20.20 у эфир выйдет первый выпуск программы «Вандроуки с бяседой», о котором каждый сможет увидеть не только выступления артыстов, но и доведаться про шмат цикавых фактов с историей створения самого народного коллектива нашей краины. У Гомеля подвели выники летнего легкоатлетичного сезона. Подарунки от областной федерации легкой атлетики отримали спортсмены, которые привезли у знагороды с буйных международных стартов. На церемонии ушанования побывал Максим Савин. У пресс-центра палаца легкой атлетики представники областной федерации, журналисты, спортсмены и их тренеры. А пошних, до речи, так само у знагородили. От них многим залежат выники подначалиных. Але головная увага атлетам. Маргарита и Роман Гралько вернулись с узнагородами с чемпионату Европы с ародных олимпийцов. Маргарита завоевала золото у скачках у вышиню, а Роман с ребра утрайным скачком. Кристина Концавенка стала другой на международных гульнях Крайнбалты у скачках с шастом. Вадим Чернышов выиграв бронзу европейского юнацкого олимпийского фестиваля у штурханні ядра. Вольга Сударова стала другой у скачках у довжиню на командном чемпионате Европы. При этом она установила финал. У Вогули минулый сезон у областной федерации легкой атлетики лечить удалым, навод не глядяши на некоторой тяжкости. Спортсмены региона завоевали первое место на зимовом чемпионате республики. Як бачно, не застались яны безузнагородная международная арене. 2015-й передолимпийский год, а там у кожной выник разглядается прас-призму головного старту четырехгодзя, який отбудется у Рея-Дежанейра. Впереди Олимпиада, ряд воспитанников Гомельской области также планируется по включению в национальную сборную команду Республики Беларусь. Ну и будем стараться с тем, чтобы они были подготовлены надлежащим образом, ну и показали соответствующие результаты. Максим Савин, Дмитрий Радянко, телерадио, компания Гомель. Новины регионы, информацию об проектах телерадио компании Гомель вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. И на этом выпуск завершен. Добрых вам новинов и до новых встреч у эфире.